Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Я хочу предоставить вашему вниманию 50-минутный фрагмент в работе в закрытой группе. 50 минут я вырезал из двух с половиной часового лекционного материала, посвященный алгоритму работы с неврозами, объяснением дифференциальной разницы между неврозом и личностным расстройством, степени тяжести, самый главный алгоритм терапии, причины таких расстройств, как мы действуем шаг за шагом, что стоит за личностными расстройствами, как мне показалось и показалось моим ребятам, получилось неплохо объяснить, доступно. Также будет затронута тема религии, ВСД и неврозов, также будет затронута тема невротические сообщества, форумы, почему вы привязываетесь и как с этим работать. И очень важный момент именно о алгоритме работы, которым вы должны двигаться, исследовать. Внимательно посмотрите все 50 минут, не пожалейте вашего времени, я уверен, вы останетесь довольны. И даже если вы поймете, что ваша ситуация это не простой невроз, даже если вы поймете, что ваша ситуация тянется всю жизнь, я хочу вам сказать, чтобы вы не сдавались, чтобы вы понимали, что да, есть проблема, да, есть отсутствие сепарации, есть отсутствие индивидуации, да, есть такая сложность, но с этим можно и нужно работать. Поэтому данный материал, он обучающий и информационный. И я хочу, чтобы вы поняли главный момент. Надо действовать и работать постепенно. Посмотрите внимательно этот материал и напишите в комментариях, что вы думаете. Если вам понравилось и вам этот материал еще больше помог вашей терапии, поставьте, пожалуйста, лайк или поставьте дизлайк, если вам вообще ничего не понравилось, это тоже важно. Соответственно, пожалуйста, внимательно посмотрите. Это очень важный концептуальный материал, на основе которого вы будете усовершенственно двигаться в вашей терапии, даже если вы, кажется, хорошо разбираетесь в понятии ВСД и неврозах. Внимательно смотрите, пожалуйста. У человека возникает, у человека возникает невротические расстройства. Поэтому главный секрет психотерапии неврозов заключается в том, чтобы научить человека самому конструировать решения, понимаете, да? Самому конструировать выходы, самому конструировать пути решения разных событий, самому учиться размышлять посредством рационального ответа и посредством рационального восприятия обстоятельств, без всяких философских «а вдруг, если» и так далее, да? Исключительно самому находить решение, что бы ни произошло. Как бы и какие бы события ни произошли, человек не должен трактовать это как безвыходность, человек не должен трактовать это как ситуация, в которой он так или иначе попал в безвыходную ситуацию. Человек должен уметь находить решение, человек должен уметь справляться со своими эмоциями, а не просто «Лёлик, мы все погибли, выполняя приказ, откройте дверь, я выйду, да?» Потому что, если вы себя вспомните, если у вас обычный невроз, то обычный невроз классически начинался именно так. Вы чувствовали себя хорошо, потом у вас в жизни произошли какие-то обстоятельства, связанные с личной жизнью или связанные с профессиональной жизнью. Вы их трактовали как безвыходные, это первое. Второе. Эта ситуация стала затягиваться, ситуация некого тупика и безвыходности стала затягиваться, и в какой-то момент времени эта самая интерпретация тупика и безвыходности перевалила через определенную планку, и вы стали испытывать внутреннюю сильную тревожность. Потому что животное оказалось длительное время в тупике, длительное время в углу, и начинает работать инстинкт под названием «кажется, на нас давит в углу и в тупике». Вот и всё. Личностное расстройство, они характеризуются немножечко другой концепцией, потому что личностное расстройство – это животное, которое… Если обычные классические неврозы, и это вот история, было всё хорошо, было всё классно, и никаких проблем, и тут бац, ну понятно, да, что случилось, метафора тупика, это затянулось, началась вегетатика, я испугалась от незнания. Это всем понятно, вот как выглядит классический невроз. А вот когда мы говорим о личностных расстройствах или о сложных неврозах, то не описывает клиент, наше животное, такую ситуацию. Он говорит, да я всегда был тревожным, да я всегда не мог на улице разговаривать с людьми, да я всегда не могла, я всегда не умела. То есть, эта история, когда животное, оно как бы вообще не отсепарировалось и не идентифицировалось в психологии самости, да. В классическом психоанализе мы называем это сепарацией-индивидуацией, когда ребёнок должен сепарироваться. Почему у тигров нету симбиотической связи с матерью? Потому что в природе такие особи не выживают, все понимают, да. И по большому счёту невроз это биологический процесс под названием животное, ну оно как бы не очень функционально. Оно инвалидизировано, потому что что делает самка кошачьих, да, там пантера, тигры, там львы, да, а что они делают? Они когда рожают своё потомство, они первое время что начинают делать? Они сначала очень сильно его как бы оберегают, да, первые буквально там месяц, наверное. Правильно, затем они сначала сами кормят, правильно? Учат сами кормиться, а затем что очень быстро происходит? Затем учат совместно охотиться, правильно? А затем пошли нахер сами в лес, всё. Это биологическая история, и вот так выживает и развивается вид. А у нас всё через задницу у людей. У нас мама готова облизывать, разжёвывать, пережёвывать и выплёвывать в рот аж до 40 лет. Ну, чтобы было хорошо. И такие мамы даже не представляют, что они делают инвалиды с точки зрения природы и биологии. За что можно такой маме сказать только спасибо. Поэтому, собственно говоря, правильное воспитание здесь заключается посередине. Мы не можем взять и 14-15-летнего ребёнка просто выставить на улицу, сказать, пошёл нахер из дома, сам зарабатывай. Это будет перебором, да. И мы также не можем всю жизнь облизывать и жевать за эту сыну. Сына, одень шапку. Сына, да, вот. И это тоже будет патологией перебора. То есть, есть некая золотая середина. Есть некий возраст. Я так думаю, что это примерно 17-18 лет. После которого начинается очень жёсткая история сепарирования с целью идентификации. Я думаю, что сегодня это должно уже быть чуть раньше 18. Я думаю, что сегодня уже 16-17 лет уже индивидуация должна в полный рост развиваться. И уже после 18-ти никакой жизни с родителями быть не должно в принципе. Ну, в лучшем случае до 20-ти. Потому что в противном случае ничего хорошего это не даст. Поэтому, к чему я всё это, да? К тому, что все неврозы – это метафора угла. Все неврозы – это метафоры безвыходности, классические неврозы. Личностное расстройство – это метафора «я не умею». Все поняли разницу? Больше не будет вопросов про личностное расстройство и неврозы. Я надеюсь, да, чтобы коротко вы понимали. Неврозы – это метафора угла в жизненных обстоятельствах и в симптомах. То есть, там есть два угла. Пояснить? Сейчас поясню. Сейчас. Угол. Да. Животное. Сейчас. Сепарация. Джонгли. Два угла у классического невроза. Первое – это угол. Второе – это «не умею». Смотрите. Это я пишу для ролика просто. Два угла в классическом неврозе. Выглядит так. Первый угол. Первый угол – это метафора угла в сложившихся словах. Ребята, интересно вообще. Вы приезжаете или вы там заснули просто все? Сложившихся обстоятельствах. Нормально, живы. Хорошо. Это метафора угла. А то я как этот. Шизофреник с собой. Что-то размышляю, рассуждаю. Я понял, что вы внимательно слушаете. Спасибо. А это метафора угла в сложившихся обстоятельствах. Это первый угол для невротика. А второй угол для невротика – это метафора угла в отношении трактовки своего самочувствия. Понимаете, да? В скобочках симптом. Симптоматика достала, сука. Вот так напишем. Да? То есть, два угла у классического невротика. Первый угол – это что-то с женой, что-то с работой, что-то не клеится. Вот шло все хорошо, хорошо. Никакой тревоги, паники, ничего не было. Потом бац! Что-то надломилось. Пошло что-то не так. Это затянулось. Началась тревога. Тревога привела к симптомам. Он пытался вылечить симптом. Ему сказали ВСД. Он пошел в интернет. Пошел не туда. Прошло полгода. Ему все не тяжело-тяжело. И он уже приобретает второй метафоричный угол под названием «Как же мне все заебло?» Когда это закончится, уже не могу больше. И первый угол смещается. Как бы уже глубже утопает. На передний план возникает угол именно самочувствия. Да? То есть, видите, как это выглядит? И вот здесь есть тоже некая условная, как мне кажется, градация. У обычного невроза тоже есть три степени тяжести. Легкая – это когда произошел первый угол. Да? Какие-то жизненные обстоятельства. Ну, например, человек не знает, как принять решение со своим парнем. Она как бы хочет с ним расстаться, потому что быть с ним уже не может. И расстаться не может, потому что, например, у нее есть чувство вины и заубеждений. Поняли, да? Или у нее есть еще один парень, и она не знает, кого выбрать. Но вот случилась такая жизненная ситуация. Она попала в этот угол. И этому углу примерно, ну, по моим скромным подсчетам, примерно 2-4 месяца. И у нее возникают первые симптомы. Да, ну, напишем так, первые симптомы ВСД. Ну, поняли, да, что я имею в виду, это тахикардия, это кишечник, это вегетативные напряжения, давление, экстрасистолы. Вот если она пришла вот в состоянии 2-4 месяца и жалуется вот на такое легкое самочувствие, ей будет очень просто понять, что она сейчас находится в углу метафоричном по поводу вот этих жизненных обстоятельств. Окей? Все понимают это. Есть вторая степень тяжести. Это средняя. Средняя. Ребят, заходят, да? Мне кажется, вам сейчас будет все очень разжевано. Но детальней, блядь, не разжуешь даже в медицинском вузе. Да вам даже в медицинском вузе так не разжуют, поверьте. Есть у нас врачи здесь? Не помню. Есть некая средняя условная история. Это когда у человека, естественно, произошел первый угол, да? Но он уже утонул. Утонул. И у него образовался уже второй угол ввиду неправильной трактовки самочувствия. Плюс тут еще есть обязательно негативный опыт. Догадайтесь, чего? Терапии. Да? Ну, например, говорят, что нужны таблетки. Да? Например, говорят, что вам нужен психиатр. Да? Или говорят, что ВСД не лечится. И вот таким образом примерно от 6 до 12 месяцев человек пребывает... Вот месяцев. Да что ж такое-то? Как он сам исправляет? Ты любит... Блин. Месяцев. Слушайте. Не дает. Написать. 6 до 12 месяцев человек пребывает уже в некой средней... У него первый угол уже утопился. Понимаете, да, о чем я? И он начинает очень сильно тревожиться по поводу своего самочувствия. И все внимание смещается туда. И есть тяжелая... Тяжелая форма. Это когда уже примерно от трех лет, да, первый угол давно утонул. Там уже давно утонул, понятное дело, с чего вообще все начиналось. А в жизни вообще все уже перемешалось, да. В жизни образовались... Образовались там новые уже обстоятельства. Давно. Плюс к этому, естественно, есть негативный опыт терапии. Плюс к этому есть опыт фармы. Назовем это так. Фармы. Фармы, назовем это так, да. И он тоже негативный, скажем так. Плюс к этому есть... Постоянные избегания, которые являются негативным подкреплением. Пусть к этому есть, естественно, второй угол под названием... Я не знаю, как быть. Я не знаю, что делать. С самочувствием. Ну, в общем, полная петрушка, да. И так далее. И это все от трех лет. Это тоже тяжелые стадии, но это обычный невроз. Он тяжелый. Он сложный. Но он все равно обратим. Потому что стоит человека начать раскапывать со второго угла этап... Вот видите, прям можно слоями, да. Эти слой за слоем, слой за слоем. Все равно вы придете к некой метафоре жизненных углов. Где вы его научите мыслить рационально с помощью когнитивной терапии. Уже не по поводу симптома. А по поводу каких-то жизненных обстоятельств. И он все равно выйдет в течение полугода примерно из этого состояния. А есть... Вот это вот было три простых таких невроза, да. Ну, условно говоря, три по моим наблюдениям грани. Первая легкая категория людей приходит ко мне редко. Они вообще редко приходят ко мне. Потому что, как правило, приходят средние и тяжелые, да. Потому что первые, они, как правило, приходят ко врачам в самом начале. Или вообще не обращаются за помощью. Ну, где-то что-то заболело, где-то что-то застучало. Попью там водички, попью пустырничка, и так далее. То есть, первую легкую стадию, они, как правило, пролетают. Согласны со мной? Что вы не сразу стали, как бы, напрягаться по этому поводу. Вы сначала первую стадию героически держали. Хотя тогда можно было бы сразу, и это очень быстро, как с кариесом. Знаете, когда кариес только-только появляется, там буквально пять минут. Бзи-бзи-бзи-бзи-бзи-бзи-бзи. И все, и пошел. Вот так же можно было на первой стадии это сделать. Но вы в основном приходите уже, когда все самочувствие утопает во втором углу. И вы говорите, доктор, кажись, какая-то проблема. А еще лучше, когда вы приходите в третьей стадии. Вы говорите, я пробовал это, я пробовал это, мне ничего не помогает, у меня ВСД ничего не везет. А есть личностные расстройства. Это, они не только сложные неврозы по времени. Во-первых, личностные расстройства. Они тянутся всю жизнь. Они не возникают спонтанно. Они не возникают в какой-то точке. Они не возникают в какой-то точке, посмотрите на легкую стадию обычного невроза. Они, как правило, тянутся всю жизнь. Под названием, я вот так себе написал, девиз примерно такой. Я не умею. Или я не смогу. Примерно вот так это выглядит. Почему? Потому что это то животное, которое они научили охотиться. Или то животное, которое они научили самостоятельно двигаться по джунглям. Поняли, почему я тигров привожу в пример? Потому что в биологии нет в животном мире неврозов. Они только есть у людей. Потому что ни одной матери льва не придет в голову облизывать детеныша всю жизнь. Потому что она будет знать, что с ним произойдет. Что произойдет с детенышем льва, если детеныш будет постоянно при родителях? Ну, тут особо ума не надо много, да? Чтобы понимать, что будет. Ну, он погибнет просто. Он погибнет в течение двух-трех дней, как только окажется один. Поняли, да? Следовательно, ваши личностные расстройства, они по большому счету так и работают. Вы ощущаете биологически, что вы как бы погибнете. Но вы прекрасно понимаете, что вы не в джунглях. И сожрать вас некому. Но биология, она же неумолима. Она же все равно работает по принципу, да? И так далее. И вот здесь возникают потом вопросы. И вот здесь как раз возникает вот этот момент, что личностное расстройство, я не умею, я не смогу, да? Это вот как раз отсутствие идентификации. То есть, это можно еще назвать примерно так. Отсутствие. Отсутствие. Сепарации. И идентификации. И индивидуации. Слово индивидуация. Всем понятно? Индивидуация от слова индивидуальность. Индивид. Все понимают, да? Я надеюсь, что я имею в виду здесь. Хорошо. Вот так это выглядит. В чем разница в терапии? Ну, тут уже на примере джунглей. На примере джунглей, которые я обычно вот в институте пример привожу, да? Тут всем становится достаточно понятно, что мы делаем и в терапии в том числе. Если у нас есть обычный неврозик, да, или средний, или тяжелый, мы идем по обучающей программе, работа с симптоматикой, работа с когнитивной терапией. Если у нас есть вторая вот эта история с личностной проблемой, на нее тоже, конечно же, выстраиваются все симптомы там и так далее, но разница заключается в том, что когда вы, то есть первое, вы сначала должны проработать, вы сначала должны проработать симптоматику посредством работы со вторым углом. Все понимают, да, что я имею в виду, это по поводу безвыходности симптомов. То есть это работа с симптомом. Работа с симптомом по средствам упражнений. Понятно, да? С ПА по поводу избеганий, по поводу работы с ритуалами, например. Ну и так далее. И образование обязательно тут является важным. Вот это работа только начального этапа, да, начального этапа терапии личностных расстройств. Вы изначально начинаете с симптоматики. Все это может занять, сами понимаете, сколько времени только в симптоматическом ключе. Затем второе, к чему вы переходите? Да, вы изучаете, изучаете КПТ, именно саму концепцию философии мировоззрения посредством иррационального мышления, иррационального мышления, все понимают, да? И начинаете, вот это самое сложное, начинается самый сложный этап, это внедрение новой жизненной философии в голову и жизнь клиента. То есть, если говорить языками Дарвина, о котором я сейчас говорил, то это фактически что? Это фактически наращивание ног, понимаете, да? То есть, это сепарация, сепарация от родителей. Сколько на это потребуется времени? Вы сможете мне ответить, сколько потребуется времени нашему клиенту только на этап сепарации. Затем индивидуация – это самостоятельность, самостоятельность в решениях. И все это требует времени и большого взросления. Сколько на это потребуется времени? Я могу честно сказать, что до пяти лет. Но все зависит именно от многих факторов. Ну, например, фактор первый – это возраст. Согласны, да? То есть, если у меня приходят клиенты, ему 20 лет или 21, и он говорит, у меня вот всю жизнь такая петрушка. Ну, он пришел-то с симптоматикой, понятно, да? С теми же пар, с теми же ОКР. Но я понимаю, что это всю жизнь тянется как личностная структура, где он в 21 год все еще не умеет самостоятельно, скажем так, а все еще не может, да? Сейчас, ребят, я с вашего позволения можно себе сфотографирую? И вам рекомендую сфотографировать то, что я сейчас нарисовал, написал красным. Окей. Хорошо. И когда клиент такой приходит в 21 год, первый фактор – возраст, то я понимаю, что нам потребуется, ну, с симптоматикой, я думаю, что обычно где-то до 2-3 месяцев на это уходит время раз в неделю. Затем мы изучаем КПТ. Сейчас у меня вот есть тренинг, на который эти ребята приходят, и это ускоряет, безусловно, процесс обучения первого этапа и второго этапа, да? Но затем, безусловно, эти люди должны иметь сопровождение, потому что необходимо именно выращивание. То есть, может быть, это звучит немножечко грубо, да? Немножечко из области селективной какой-то ботаники, да? Но это фактически выращивание. Ну, я думаю, что ребята, у которых имеют такую проблему, они согласятся с этим термином, немного ботаническим, да? Но он очень подходит, потому что это фактически такие невыращенные щенята, котята, я не знаю, поэтому я его с котятами часто, кстати говоря, называю, потому что это такие полуползающие создания, которые немного теряют тревогу, когда вокруг рядом какая-то мама там с соском ползает, а как только мама отползает, сразу начинается писк, виск и так далее. Поняли, да, что мама может быть женой, мужем, ну, и родители, соответственно, тоже. Поняли, да, это? Соответственно, если человек пришёл в 21 год с такой проблемой, то перспектива хорошая, потому что понятно, что времени ещё дофига, и где-то к 25 годам хорошей терапии, по большому счёту, мы будем иметь достаточно хорошо стойко стоящую личность на ногах, если он не соскочит. А если соскочит по поводу своей терапии, что у него всё хорошо, и хорошо. А вот когда приползает товарищ где-то ближе к 35, к 40, и, скорее всего, его, как вам кажется, кто приведёт? Его, как правило, приводит мама, потому что поняла, что уже что-то как-то совсем тяжеловато, да? Или он приходит уже с симптоматикой, да? Которая там всю жизнь начинается. Обычно так. Здравствуйте, я страдаю 20 лет. Как им кажется, ВСД. Здравствуйте, я страдаю всю жизнь ПА. Начинается вот такая вечная история. Любой специалист понимает, что ВСД и ПА страдать всю жизнь нельзя. Можно им всю жизнь страдать личностным расстройством. Поэтому здесь гораздо сложнее, потому что фактор возраста, сами понимаете, Фрейд вообще сказал, что возьмите столько, сколько вы помните себя в остром и в среднем симптоме, поделите на двое, это будет срок вашей терапии. Поняли, да? Это же к вопросу фармакологии. То есть, если ко мне пришёл человек, которому 50 лет, и который всю жизнь прострадал как ему кажется, ВСД, я прекрасно понимаю, что у нас нет шансов ещё лет 10 его выращивать. У нас есть только объективность под названием успокоительные препараты, чтобы он как-то вот дальше сопровождался и поддерживающая терапия обязательно, где уже нет задачи 50 лет ничего выращивать, потому что там уже не выращивается, да? А у нас есть задача только поддержать качество жизни. Как помните в ролике в Инстаграме меня зовут Игорьёк, меня диагностировали тяжёлое заболевание, абсолютное нежелание работать. Врачи бессильны, для поддержания жизни требуется трёхразовое питание, желательно в Европе. До конца жизни мне нужно 12 миллионов рублей, ну и так далее. Да, немного утрировано, но по сути. То есть, человек, когда обращается в 50 лет, мы понимаем, что там уже нечего выращивать. Там есть только задача сопровождать, поддерживать и максимально наделить человека качеством жизни, максимально интегрируя когнитивную терапию, фармакологию, так, чтобы качество жизни было удовлетворительным. Но уже самим взращиванием мы заниматься будем вряд ли, потому что что там взращивать? Когда человек всю жизнь в инкубаторе проползал. И если вы за 50 лет не самоидентифицировались, то я сомневаюсь, что человек в 51 вдруг самоидентифицируется. Скорее всего, это будут какие-то заплатки в виде женщины, мужчины, таблеток, я не знаю, каких-то обстоятельств. И вот эти совокупность заплаток должна послужить таким прочным, плочной, прочной, плотной повязкой для того, чтобы оставшуюся жизнь человек прожил более-менее комфортно. Вот. Можно, конечно, там заняться глубинными какими-то аспектами, но опять же к вопросу показаний, да, и так далее. Это первый фактор возраста. Второй фактор, очень важный, запомните его, это, как это, ну, давайте назовём так, семья и особенности. Понимаете, да, что я имею в виду? Например, вот у меня сегодня утром была клиентка на консультации, и у неё, ой, клиент был вчера вечером, простите, и у него тяжёлая форма неврастении, ввиду морального выгорания, он социальный работник, да, близкий к психотерапии, и он морально выгорен с симптомами астении тяжёлой, и его жена, он уже, когда берёт больничный, чтобы просто хотя бы лежать дома, потому что у него уже сил нету идти на работу, его жена начинает загружать его делами по дому, она начинает его загружать ребёнком, она начинает загружать его какими-то бытовыми делами, то есть она вообще не въезжает в то, что происходит с её мужем, и начинает как бы, понимаете, да, фактически являясь сопутствующим фактором, который ухудшает течение заболевания и течение выздоровления, понимаете, да, то есть если мама, папа, муж, жена адекватно относятся к психотерапии, адекватно готовы помогать своему сыну, мужу, ребёнку, там, родителей, то же самое, да, если, например, мама и папа соучастны к проблеме дочери или к проблеме сына, а если мама и папа говорят, слышишь, шёпоты нахер, блядь, всё у тебя нормально, в армию надо сходить просто, да, то здесь, конечно, могут быть сложности, потому что ребёнок такой замыкается, если папа тоже дистанцируется или муж говорит, мне вообще похеру, что у тебя там за проблема, ты просто у меня больная жена, да, там, дом сиди, и тогда возникает проблема, потому что этот фактор не даёт выполнить ту работу, которую я или мои коллеги не можем выполнить. Вот, значит, первое – это у нас возраст, семья, третье – это религиозные моменты, религия, например, если мы говорим о исламе, то ислам достаточно жёсткая, традиционный ислам, жёсткие традиции, жёсткие аспекты, например, в исламе авторитет матери, он непоколебим ввиду традиционных убеждений именно на основе традиции и религии. Поэтому диспутировать здесь бывает очень сложно, и даже если ты понимаешь, что проблемы в этих убеждениях, то тут возникают проблемы, и приходится очень аккуратно подползать к ним, как по минному полю. То же самое касается каких-то форм поведения, каких-то форм изоляции, и так далее. Поэтому религия тоже может иметь определённую проблему, которую человек может просто взять религию как объясняющую свою несостоятельность. Мы возьмём православие, потому что мусульманам всё-таки ближе другие неврозы, понятие чести и достоинствия, больше неврозы ближе к мусульманам, я просто часто ими занимаюсь, веду свои работы. А христианам больше свойственны неврозы, когда они религию подминают под оправдание своего бессилия. Ну, например, это свойственно ребятам с ОКР и с тяжёлым личностным расстройством, где они говорят, если я, то меня накажет Бог. И на самом деле правда заключается в том, что, как вы уже читаете, я не умею, я не могу, поэтому мне нужны некие правила, мне нужен некий свод правил, чтобы я знал, как правильно. Потому что я не знаю, как правильно. Потому что я без этого вообще в жизни потеряюсь. И религия даёт им некий свод хоть каких-то намёков, непонятно, правда, кем и что, но хоть каких-то образных моментов, да. И они как бы хотя бы за эти вот такие вот ниточки хоть как-то держатся. Поэтому это очень часто ОКРщики и тяжёлая патология, она очень часто очень религиозная. Именно к православию имеет отношение. Потому что в православии очень пестуется вот эта вот страдальческая концепция. И, конечно же, люди с личностным расстройством, как правило, считают себя полным дерьмом, заслуживающим чего-нибудь такого, искупления, плохого и так далее. Поэтому в этом плане они религию очень быстро подминают себе во благо, объясняя свою несостоятельность некой псевдорелигиозностью. Хотя на самом деле, если вы почитаете, если вы поговорите с знающими религию людьми, религия никаких отношений к неврозам не имела. И она создавалась для того, чтобы помогать людям. И для того, чтобы людям как бы давать поддержку, надежду, волю, смирение, принятие и так далее. Стремление, цель какую-то, какие-то ценности, а никак не подминаться под невротическое личностное расстройство. А многие наши клиенты подминают, как бы псевдос... Они создают, как вот правильно мы... Прошлым летом с Дмитрием Викторовичем об этом говорили, они создают как бы псевдорелигию. То есть, они говорят, если я пойду по-чёрному, меня накажет это. Если я об этом не подумаю, день будет плохим. Если я это не сделаю, то там будет что-то плохое. Если я подумал об этом, я плохой. Хотя в православии нигде не написано, что если ты подумал об этом, ты плохой. Это вы... Там они сами придумывают, додумывают себе некую концепцию. У них уже собственная религия, вообще собственная концепция, это собственный Бог, собственные правила. Они сами себя в этом убедили, потому что на самом деле, как вы видите, я не умею, я не могу сам. Вот. Поэтому люди верующие, которые ходят в церковь и ходят в храм, даже если они имеют невроз, простой невроз, или даже средний, или даже тяжелый, они не подтягивают религию под проблему «я не умею, я не могу». Они говорят «я умею, я могу, просто у меня хрен знает, что делать с женой». Поняли, да? Вот так выглядит здорово, условно невротик. А ребята с личностным расстройством говорят «я не умею, я не могу». Ну и пошло-поехало. И мне нужны какие-то заплатки. Вот примерно такие факторы. Какой еще у нас возраст, семья, религия, ну, наверное, еще окружение надо учесть. Окружение или социум. Социум. Очень важно, в какой среде. Вот, среда, проще говоря, правильнее точнее сказать. Среда, да? Это называется. Даже в клинике неврозов имени Бехтерева есть отдельное направление. Это терапия среды, да, или терапия средой. Когда именно семья вовлекается, когда именно вовлекаются какие-то преподаватели, какие-то важные люди, или меняется именно сам социум. К чему это? Про что это? Это про то, что очень часто, если вы посмотрите, то у наших клиентов, особенно с личностным расстройством, они, как правило, обрастают очень похожими людьми. У них есть такая тенденция, а как бы вот этих вот одноногих, одноруких, ползающих людей, как бы объединяться в сообщество одноруких, ползающих. Создаются некие сообщества полуинвалидов, которые вместе сплотившись хоть как-то не расползаются, да, им как бы, ну, поприкольнее вместе. И это их сплачивает и оказывает какой-то элемент, какой-то поддержки. Потому что, как бы, ну, когда валяется там тысяча инвалидов, как бы горой, да, то они как бы, у них нет рук и ног, но они как бы обнявшись, они как бы чувствуют себя единым организмом. Потому что на самом деле личностным расстройством командует концепция «я не умею, я не могу один». Или «я не умею, я не могу самостоятельно». Поэтому людям с тяжёлыми личностными расстройствами их прям хлебом не корми, да, и поучаствовать в каких-нибудь сообществах. И они прям обожают социальные сети, они обожают быть везде, всё комментировать, как бы, да, потому что они пытаются таким образом нарастить в себе вот чувство самости, чувство самоидентификации, поэтому интернет им очень помогает. В интернете они могут быть героями, да, в интернете они могут быть не одни, поняли, да, в чём прикол. И в интернете они могут быть разными, а в реальной жизни у них полный зеро, потому что там отсутствует самоидентификация. И поэтому эти люди, как правило, замыкаются дома, замыкаются в сетях, становятся активными участниками всяких форумов, модераторами групп, ну и так далее. Обожают говорить про свою инвалидность и даже получать новичков, скажем так. Вот. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о терапии личностных расстройств, конечно, мы параллельно отсепарируем таких людей от псевдоподдержки ввиду социальных сетей, ввиду вот этих вот этих социальных а-ля поддерживающих пабликов, а-ля поддерживающих сетей, из социальных сетей, которые а-ля сделаны для того, чтобы помогать людям. Конечно, отчасти там есть элемент помощи, информация прежде всего, но тут надо понимать, что люди с личностным расстройством эту информацию не воспримут, они возьмут это как костыль. Они, как правило, очень такие легкие на подъем, потому что, когда у них руки-ноги отсутствуют, им эта социальная сеть дает эти руки-ноги, метафоричные. Они, как правило, очень быстро подсаживаются на подобные форумы, очень быстро втягиваются. Если их там замечают, и они становятся какими-то активными членами сообщества, то вообще хорошо, потому что им фактически дали протез. Вот он в жизни как бы не может сам, ничего из себя особо не представляет, ввиду отсутствия способности самостоятельно находится. А тут его назначили каким-нибудь модератором на каком-нибудь форуме. И у него есть теперь кнопка заблокировать, бан, у него есть какая-то кнопка там, я не знаю, удалить, да, и у него ого-го, ему дали дубину. У меня дубина-то не было никакой, но это же виртуально. И он говорит, мне так нравится моя работа сидеть и банить всяких ассранцев. Почему нравится? Потому что в жизни у него этого нет. Вот. Ну вот примерно так. Вот это было всем понятно, всем было интересно. Сейчас, подождите, я сам сфотографирую. Просто я буду ролик большой снимать сегодня по личностным расстройствам. И я буду говорить правду. Я думаю, что кто-то расстроится. Но лучше, чтобы я вам сказал правду, нежели вы искали чёрную кошку в чёрной комнате. Я надеюсь, что... Потому что когда вы знаете, вы прекрасно понимаете правду. Но это то же самое, что врач придёт и скажет вам, как оно есть на самом деле. Он не будет вам придумывать и говорить, вы знаете, всё хорошо, просто надо напрячься, у вас получится, просто надо разложить всё как есть. Сказать, всё хуёво. У вас то-то, 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 надо вот делать то-то, то-то, требует это столько-то времени, требует это таких-то издержек, требует это то-то. Перспективы вот такие-то. Надо сказать правду, как есть. И тогда больной, конечно, первое время ошарашен, он пребывает в таком состоянии эмоциональном, но спустя некоторое время эта пена и спесь спадает и начинается просто его выбор. И он приходит к врачу, доктор, я понял, что всё херово, я понимаю, давайте работать. Я готов. Всё, поехали. Конечно, будут такие пассажиры, которые скажут, да пошло на всё нахер, но горе побеждённым, что могу сказать. Значит, они действительно не могут и не хотят. Хотя, по большому счёту, могли бы справиться. Вот. Это была такая первая часть нашего сегодняшнего занятия. Всем понравилось? Кому не понравилось, может быть вопрос. Низкая самооценка не всегда говорит о личностном расстройстве, Маш. Я так смотрел, вы прям так помолчали сегодня, видимо, так это прям насторожились, да, все. Ребята, не надо бояться слова личностного расстройства. Это всего лишь навсего та правда, с которой надо просто правде посмотреть в глаза. Если вы действительно вот как бы всю жизнь вот такие, зачем себя обманывать и тешить себя историями. Особенно мне нравится, когда я вылечу вас от ВСД и панической атаки, ваша жизнь будет счастливой. Но вот теперь вы представляете, насколько это смешно? Вот вообще насколько это очень детский сад, насколько, насколько это вообще смешно? Это очень смешно. И говорит о очень низком понимании процесса. Либо о коммерческой задаче. Ребят, про самооценку да, но мы будем говорить о самооценке 30 мая очень детально. Я боюсь, что если сейчас мы начнем, мы только начнем. А если не жила с родителями с 18? Да, ты понимаешь, Ксения, тут вопрос не в том, что все люди с личностными расстройствами проживают с родителями постоянно. это же вопрос не того, что я тебе могу честно сказать, я проживал с родителями, я не ушел, не уехал от родителей с 18 лет и стал жить самостоятельно. Но я от них отъехал чуть-чуть позже. Но я уже будучи в школе, например, в 16-17 лет у меня есть друг, мой школьный приятель, Серега Соловьев. И я ездил на все лето к нему на дачу. И мы там с ним вообще были вдвоем. В глухой деревне под Рязанью, это Московская область, кто знает, мы жили в сарае с мокрицами с какими-то там досками обтесанный сарай. Я ходил в 4 утра один в лес, один. Тогда не было даже телефонов и я с родителями даже не очень-то если честно и скучал. Но при этом всем я жил с ними во время учебы. Понимаешь, да, разницу? То есть это вопрос не только фактора проживания, поняла? Да, я надеюсь? Это вопрос способности быть без них в принципе. Окей? Уловила? вот это имеется то есть человек может как бы быть от них дистанцирован, но морально он не может один. Понимаете, да? То есть морально это постоянно либо на телефоне, либо это постоянно какая-то перекладывание. А ты со мной будешь? А ты со мной? А я что одна? То есть это постоянно какие-то суррогатные материнства какое-то такое псевдо, да? Мужья и жены это суррогатные матери и суррогатные отцы на самом деле для таких людей. Поэтому я хочу сказать правду по поводу вот этого лечения панических атак и ВСД и счастливой жизни. Это действительно очень серьезный обман и я не знаю насколько он насколько он умышленный этот обман насколько он насколько он осознанный я надеюсь что это просто некое такое непонимание искреннее и надеюсь что это неосознанно хотя к сожалению я больше склоняюсь к первому варианту что все-таки это осознанно и скорее склоняюсь к тому что это больше вопрос коммерческих запросов потому что панические атаки ВСД это первый запрос в рейтинге Яндекса да потому что люди с личностным расстройством и с тяжелым неврозом конечно же сначала ищут вопрос ВСД и панических атак и когда таким людям пообещаешь счастливую жизнь то конечно они на это ведутся и здесь конечно вопрос этики вообще не обсуждается тут людям не до этики когда на кону стоят деньги статус и так далее тут вопрос не до этики потому что вы прекрасно понимаете что панические атаки как испуг агорафобия это лишь маленькая маленький шажок на этапе работы даже с тяжелым неврозом а если мы говорим о личностном расстройстве то это даже не шаг это даже это маленький шажочек вы уже сегодня это поняли да вот вот такая правда можете расстраиваться можете понять это объективно сказать да я поняла и начать двигаться дальше можно опустить руки выбор заварий вот вторую часть сегодняшнего сегодняшнего занятия я бы хотел последить практике вот я Продолжение следует...